Всем привет! Это Ольга Швец. Это мой небольшой обзор о бюджетных... Это я пододвинула косметику от предыдущего обзора. Небольшой обзорчик на предмет того, что такое вообще бюджетный парфюм в нашей жизни, зачем он нужен и что к чему. Значит, слушая энное количество катаных парфюмов, я поделила их для себя на две части. То есть первая часть, так называемые парфюмы, вот 10 минут, это 10-15 минут они звучат и все, они исчезают бесследно. Значит, это как бы первая категория. В них нет ничего, что могло бы быть стойкостью, в них нет ничего, что могло бы быть базой. И это такой парфюм, вот, ну, вот, чтобы он был, вот, понюхали и убрали. То есть носить их на себе невозможно по той простой причине, что просто ничего не остается. Вторые парфюмы из серии Катаны, они такие стойкие, матерые, лютые, и они даже очень-очень сильно похожи на настоящие. Хотя ценник там в 2-3, ну, то и более раз дешевле. Но сегодня мы поговорим совершенно о другом. Перед нами русский бюджетный парфюм по цене до 300 рублей. И это русский бюджетный парфюм по цене до 300 рублей. И, как ни странно, Paris Line здесь написано, вот, на Абуан парфюме. И вот тоже, как бы, бюджетный парфюмчик, он стоит, по-моему, рублей 600. Это Серджио Течини или Тессини. Хотя, по-моему, мне больше нравится Течини, если неправильно, исправно. Значит, эти парфюмы ведут себя так, как себя могут вести парфюмы. Нормальные, дорогие, классные. Обратите внимание на пульверизатор. Вот на то устройство, как он устроен изнутри. Давайте я вам покажу ближе. Это, как бы, очень такой существенный нюанс, по которому мы можем отличить катанный парфюм от некатаного. Видите, как устроен? И очень-очень тоненький такой вот у нас вот здесь вот этот, да. Вот сама эта трубочка, она просто волшебно тонкая, ровное дно, нет пузырьков, код. Все как положено. И вот она, наша чудесная брызгалочка. Мы не видим пружинку в ней. Вот, красивая такая крышечка. 600 рублей, 30 миллилитров. Нераскрученный пока бренд. Сержу Тичини, Литекини, Литесини. В общем, не важно, это туалет, бла-бла-бла. Вот такая коробочка. С перечислением всех ингредиентов. Следующим номером у нас идет, также обратите внимание, на пульверизатор. Видите? Вы не увидите никаких черных пружинок. Также тоненькая вот эта сама трубочка. Парижское кафе. Шоколад. Видимо, кино не давало покоя автору. Вот так. Это уже 50 миллилитров. И еще отдельным. Это как бы мужской такой, больше, больше он мужской. Но такой вот, по-моему, из серии, это унисекс. Вот так выглядит коробочка внутри. То есть там, несмотря на всевозможные картонки, в общем, двухсторонняя печать. Коробочка такая серебристая. Хорошая, классная, устойчивая. Вот так выглядит флакон. Вот так аскетично. Просто матовое стекло. Тоже тоненький проводок. Я больше чем уверена, что и сам пульверизатор выглядит так же. Ну, здесь как бы совсем очень такой дешевый вот этот вариант. Как бы все-таки больше на мужскую историю напоминать. Потому что в женских у нас все красиво. А в мужских так попроще, попроще. Видите, в женских. Итак, сейчас я вам еще кое-что расскажу. Интересное из этой серии. Про парфюмы. Я могу просто, если вам нужно, базы в инфобоксе разместить. Вообще, вернее, базовые ноты. Ноты сердца и верхние ноты во всех этих историях. Но мне бы хотелось немножко отскочить в сторону эпохи, когда у нас парфюмы придумывал легендарный Бракар. Наверное, это характерно только для русских. Потому что еще Бракар заметил такую вещь. Насколько в русских мощно развито вот это вот... Если Франция, это круто. Я была на канале у Александра Васильева, который, кстати, мы уже там переписываемся в Одноклассниках. Он читает мои комменты, ставит лайки. Я обожаю этого человека. И он снял целый там сериал. То есть, это не одна, не две серии. Это там гораздо больше серии о парфюмерии. И вот именно в этом фильме я нашла такую песню, что... Еще Бракар подделывал парфюмы. Вернее, он не подделывал, а он просто доказал русским одной своей выходкой, что они вот именно слепо любят зарубежье. Тут уже ничего не сделаешь. Тут уже, видимо, менталитет такой. То есть, все, что наше, это ГНО, а то, что как бы Франция, это ОГОГО. Итак, значит, Бракар взял французские флаконы. Ну, то есть, тогда, видимо, какие-то они были особые. Там, может быть, хрустали, все такое. В общем, он поменял парфюмы местами. То есть, в русские флаконы он залил Францию, а русские он залил во французские флаконы и дал всем послушать. Соответственно, мы расхватали все во французских флаконах. Это вот как бы о любви к люксу, такой слепой, такой вот безоговорочный и так далее. То есть, я ничего не имею против. Пожалуйста, девчонки и мальчишки, не обижайтесь. Ну, вот это именно вот такая вот русская вот эта вот как бы вот ущербность в этом во всем чувствуется. Потому что, если француженке нравится французский парфюм, она его никогда не поменяет ни на итальянский, ни на американский, ни на русский. Она будет его носить и все, и не парится. Даже Рената Литвинова никак на меня не подействовала, когда вот пошла в прессу инфа, что она пользуется Красной Москвой. На меня это никак не подействовало. Мне было все равно. Я была из той же категории. Но теперь я смотрю в этой теме глубже. Гораздо глубже. То есть, для того, чтобы понять качество парфюма, девочки и мальчики, проведите простой тест. В данном случае мне помогает вот такая маска из фикс прайса. Она у меня висит недалеко от кровати. И я просто щедро набрызгиваю ее тем или иным парфюмом. То есть, ну, там ни один, ни два пшика, а так вот пшик-пшик-пшик-пшик. То есть, хорошо так побрызгаю. Значит, у этого парфюма стойкость на маске сутки. Это я могу утверждать смело. То есть, вот этот парфюм сутки держится на бархате. Этот около того. Этот не проверяла. Но я вам могу сказать, что один из компонентов – это именно красота и стойкость. То есть, как это будет раскрываться на вас. Про вот этот парфюм я вам вообще отдельную историю расскажу. Она, правда, очень интересная. А вот этот на мне раскрывается горечью. То есть, такой прям полынью-полынью. Ну, хотя он тоже бюджетный, но он вот итальянский. Очень красивый. Очень красивый. Такой сдержанно-женственно-строгий. Объемный. Такой благородный. Но это именно туалетка. То есть, рассчитывать на какую-то супер-пупер стойкость не надо. Вот еще туалетная вода. Туалетная вода сама по себе концентрация подразумевает, что вы этим будете пшикаться несколько раз за день. Вот. Поэтому не ждите от «э де туалет» чего-то такого там. Вот. И здесь у нас тоже «э де туалет». Вернее, не «э де туалет», а правильно «о де туалет» по-французски. «О» – это вода. Опишется как «эл». А вот. В общем, смотрите. Сейчас я пшикну шоколад. Потрясающий парфюм. Он будет пахнуть ванилью и печеньем. И еще такой нюанс. Он не... Может быть, меня будет смотреть производитель, будь он ладен. Дело в том, что российские производители совершенно не парятся на предмет рекламы. Они ждут вот такую тетю Олю, типа меня, которая вот возьмет за свои деньги и за бесплатно еще им расскажет, как это нужно сделать, мать-перемать, всегалактическая. Значит, смотрите. Уважаемые производители, если вы меня смотрите, парфюм нестабилен. Вот «Парижское кафе шоколад» – это стабильный парфюм, это тоже достаточно стабильный парфюм. Этот парфюм, он начинает меняться, как только его передвигаешь по дому. То есть, если его переносишь с места на место, он уже меняется. Если там пойти к соседке этажом выше или ниже, он уже тоже изменится, и там ему придется постоять, чтобы вышли вот эти печенюшки из всего вот этого вот. Но печенюшки есть. Аналогичный парфюм, по-моему, что-то там «Thinking of You», да, в «Мэри Кэй». Вот он тоже такой ванильно-печенюшечный такой вот конфетный. Он сюда стоит порядка, наверное, 1900 или даже, может быть, больше. Ну, а этому вообще гражданину все не помеха. Он очень стойкий, очень красивый. У меня была с ним потрясающая история в конце 90-х, накануне миллениума. Ну, я ее расскажу вам в следующий раз, тем более, если она вам будет интересна. Вот. Это Ольга Швец. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Вот. Ну, а если не подписываетесь, тогда до свидания, потому что мы с вами обязательно встретимся на просторах Ютуба. Пока-пока.